В памяти Марсао, Джилл и Джамаре, неотступных воинах, радостных и щедрых, мы почитаем их жизни, сильно вдохновившие нас. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, Деяние 2.17. О Боже, спроси мы за все компромиссы. Новое движение, Бог, Ты делаешь это. Ты поднимаешь людей, и это распространится по всему миру. Жизнь в путешествии. С Богом она приключение. Меня зовут Торбан Сон-Дергау. Я вырос без знаний о Боге, но в 1995 году я впервые услышал Евангелие Иисуса. Я увидел, что был грешником и отвернулся от своего греха. Я крестился в Иисусе и принял Святого Духа. С того времени я хочу все больше знать Бога и жить в жизни ученика Иисуса, как об этом написано в Библии. Я хочу служить Ему. И я начал делиться Евангелием Иисуса и делать учеников. Сначала в своем городе, потом в стране, а теперь и по всему миру. Добро пожаловать в Бразилию снова. Привет, братишка. Ты готов? Конечно, я готов. Я надеюсь, что этот фильм поможет вам увидеть самую суть жизни христианина. Вы едете отдыхать? Нет, мы едем в Бразилию. Проповедовать об Иисусе, молиться за больных людей и сгонять бесов. А суть – делиться Евангелием Иисуса в слове и силе. И делать учеников. Готовы? Звук включен? Привет, ребят. Мы сейчас в аэропорту, по пути в Бразилию. Ждешь этого? О, жду, не дождусь. Там были всего три недели назад. Как у вас все прошло? Жизни изменились. Нереально. Люди там настолько открыты. Ты просто выходишь на улицы, и все происходит. Бесы выходят. Люди исполняются Духом Святым, крестятся. Просто в процессе. Супер. Бог столько всего удивительного делает, а люди не замечают. И поэтому родилась идея, не снят ли нам фильм про это. И мы хотим пригласить каждого из вас в это путешествие. Ты должен это увидеть. Надеюсь, у тебя загранпаспорт готов. И здесь с нами друзья, уже снимают нас. Это вот Роберт тут. Привет. Ты уже ждешь этого? Да, очень жду. Он будет все время с нами, все снимаем. А здесь у нас Жозе из Франции. Привет. Ты уже первый раз с нами? Да, это удивительно. Как тебе все? Восхитительно. Я так счастлив. Это будет классно. Поэтому они часть нашей команды. Мы также с другими людьми встретимся в Бразилии. И это будет здорово. Поэтому оставайтесь с нами, и мы продолжим свидетельствовать. Семидневное переключение с Богом. Путешествие с Торбаном с Ондергардом. Каниньи. Везде, где мы делаем кикстарки, всегда что-нибудь такое происходит. Это расстраивает каждый раз. Я почти знаю, что будет. Когда у тебя недельный кикстарт, когда ты собираешься в поездку, что-то будет. И то же самое в этот раз. Пришел email, люди хотят подискутировать. И это христианин, которого я давно узнала, который набрался много всего. Критицизм против того, что я делаю, как я это делаю и все такое. А теперь еще три часа на машине. Привет, рад вас видеть. Доброе утро или вечер. Я вообще-то не понимаю, какая часть суток сейчас. Думаю, в районе 5 утра по-бразильски. Мы только прибыли в Кампино-Гранде. После долгого пути выехали 28 часов назад из Дании. В общем, это был долгий путь, но теперь мы в Бразилии. Теперь мы в Кампино-Гранде. Здесь у нас будет кикстартер. Примерно на тысячу человек в эти выходные. И это будет удивительно. День 2. Первый день в Кампино-Гранде. Доброе утро. Сегодня местами даже спал. Всего часа 3-4. Тут сильно жарко. Надо бы в кепке ходить и кремом намазаться сразу. Очки солнцезащитные нужны. Уже проткушаю, что будет. Увидим, как Дух Святой ведет нас. Поэтому я решил молитвенно пройти с утра. Прежде чем мы начнем этот день и просто развеять мысли и сказать «Бог, вот мы. Что теперь? Что ты хочешь, Бог?» 8 утра. Завтрак в доме, где мы остановились. Вот и мы. Будет хорошо. Как вас зовут? Напомните. Ринато, Стелла, Ринато. Ринато перевел книги на португальский. Две книжки. Я никогда не говорил языками. Еще не говорил. Я не знаю. Мы оба пытались, искали этого, но ничего не произошло. Подойдите сюда. Я помолюсь за вас. И если я скажу сейчас, просто откройте рот и начните говорить, смотря что будет. Закройте глаза и молитесь за мной. Бог, я пришла к Тебе. Я каюсь. И я прошу прощения у Тебя. Освободи меня. Приди Своим Святым Духом. Переполни меня. Прямо сейчас. Свобода. Ты освобождаешься. Сейчас. Ты вселяешься. Сейчас. Прямо внутри Тебя. Исцеление. Причина, почему решили сделать фильм, вы обычно не видите всего этого. Это не готовилось. Оно просто случилось, и это происходит постоянно. Это произошло без подготовки. И мы просто сделали это, и это прекрасно. Люблю это. Как это было? Да благословит Тебя Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Отпусти всякий страх. Бейди вон. Давай. Сила-да-да-да-да-да-да-да-де-де-де-де-де-де-де. Вот и говоришь. Сила-да-да-да-да-да-да-да-де-де-де-де-де-де. О, мой друг. О, давай. Теперь, когда имеешься, используй, пусть течет. Если страх нагрянет, просто говори языками, внезапно они темнеют, и это укрепит тебя и приведет тебя туда, куда ты не мог представить. Всегда хорошо молиться за пару человек перед завтраком. Мы собираемся посмотреть на место, где будем собираться на неделе, чтобы осмотреть все и приготовить свои мысли к тому, что произойдет. Потом отправимся посмотреть город, окружение. Потом мы собираемся домой, будем проводить лидерское собрание. Некоторые из лидеров этой сети хотят также немного поговорить. И затем у нас будет открыто собрание на улице. Да, мы можем. Но здесь будет нужен проход. Здесь делаем проход. Здесь по центру, чтобы люди могли стоять. Здесь будет жарко. Это открытое помещение, без кондиционирования. И планируется, что придут сотни людей, так что должно быть хорошо. Мы ждем этого. Да, я тебя слышу. Каждый слышит меня. Мне даже не нужен микрофон. А мы можем сходить куда-нибудь посидеть, попить, мороженое съесть. Хотелось бы мороженого. Три часа дня, встреча с лидерами. Тут лидеры из Сальвадора и других мест приехали. Поэтому проведем лидерское собрание. Они хотят, чтобы мы помолились за тещу. Мы помолимся за вас. Фабиан и я, а затем сможем немного поговорить. Кому нужна молитва? Хорошо, что случилось? Рука не поднимается. Можете ее поднять или болит? Очень сильно болит. Мы повелеваем всей боли. Вон, плечо укрепись. Исцеление прямо сейчас. Во имя Иисуса. Попробуйте ее поднять. Хоп. Эээ! Ха-а-а-а-а-а-а-а-а. Слава Богу! Аллилуйя! Вот что делает, Стивен! У нее очень болели колени, а рука была поражена артрозом. Я приказал всей немощью выйти вон. Попробуй пройдись. Аллилуйя! Боль ушла? Ушла. Обожаю это. Опять это просто произошло. Она ходит и проверяет. Она может использовать свое тело впервые за многие годы. Свобода! Свобода! Всякая ложь! Вон! Вон! Выходи! Прямо сейчас! Что она говорит? Не знаю, она на языках говорит. Она никогда не говорила до этого на языках. Единственная в семье, кто еще не родился, слышит. Боже, что он слышал и она воспринимает на языках. Это для нее новинки. А семья все стоит вокруг и смотрит на нее. Силабада! 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 Можете не помочь. Силабада! В 9 часов вечера. Собрание под открытым небом. Добро пожаловать в Царство Божье в Кампина Гранде Да, будет здорово Привет, меня слышно? Как звук? Ключом? Мы готовы начать Вперед! Во вторник вечером, первый день в Бразилии Мы хотели просто выйти и проповедовать под открытым небом, смотря что сделает Бог Поэтому мы написали в фейсбук, что мы встречаемся здесь И в церкви сказали молодежи, что здесь будет встреча Поэтому мы тут ожидали увидеть некоторое количество христиан Признать нужно ли кому-то из них исцеление или святой Бога Начнем с наших, христиан, и помолимся за них Привет! Всем привет! Говори в английском Привет! Подходите ближе Те из вас, кто не говорит языками, у кого есть болезнь какая-нибудь Что с тобой не так? Говоришь языками? Нет? Ты крещена в воде? И этот страх, он давно уже у тебя? Очень давно Закрой глаза, просто молись Бог Я прихожу к Тебе, я каюсь И прошу Тебя, освободи меня Приди, Иисус, и спаси меня Аллилуйя, как ты? Новое начало Аминь Теперь начинай обновлять свой разум Ты должна знать, что теперь свободна Это новая жизнь И говорение языками созидает тебя Да, ребята, это здорово Удивительно быть здесь Народ, хочу вам что-то сказать Каждому Иисус живой И Он хочет творить новое Но оно не новое Это уже записано в Библии давно В Библии мы читаем о первых учениках Как они ходили везде, говоря в Евангелии И целяя больных И изгоняя бесов И спасая демонов И корону Я обожаю это Мы находились тут И как видите, группа растет Где-то 80-100 человек Мы проповедуем и молимся Многие исцелены И освобождены И многие крещены Духом Святым Когда я стал христианином Я помню, как пришел на собрание Под открытым небом И мне не понравилось Люди с шариками стояли И мы этого стеснялись Люди на нас смотрели И думали Мы сумасшедшие Но теперь это сильно Это исцеление Это изгнание бесов Люди освобождались от бесов Прямо на улице И люди, проходящие мимо Такого еще не видели Вот, это мы и видим В книге деяний Потому что в книге деяний Это не пряталось Мы видим в деяниях В том, что делал Иисус Что исцеление и освобождение Были публичными Жозе, ты первый раз с нами? И ты сегодня все снимал Как тебе все видеть вблизи? Сложно подобрать слова Для описания Но я чувствовал присутствие Божье Постоянно И так сильно Мне просто захотелось Большего от своей жизни В общем, это было классно Удивительно Мне понравилось Я чувствую усталость Думаю, мы все устали Мы спали всего часа Четыре-пять в этой ночи Плюс еще дверь часовых поясов Но в то же время Ты получаешь заряд от этого Мне нравится День 3 Удивительные чудеса Тут пришли люди С некоторым нужным исцелением И с удовольствием помалимся за них У нее рак в кишечнике По имя Иисуса Я приказываю этому раку Вон Я приказываю этой немощи Вон сейчас же Сила Сейчас Я приказываю этому духу смерти Вон Я говорю Новая жизнь Новая жизнь Новое начало Сейчас чувствуешь боль Можешь сесть туда Свобода 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 во имя Иисуса Нет больше боли Нет больше боли Это пума Это пума Я ее купил в Южной Африке За доллар Когда я там был Поэтому наверняка Это оригинал Куда направляемся? Едем в дом Много Много не знаем Но жена Пастора больна Я думал Это мама У нее сильные боли И она лежачая Уже два года Вы здесь живете? Сейчас у нее есть боли? У вас сейчас есть боль? У вас есть боли, тетя Дора? Болит постоянно Всегда Возложим на нее руки И помолимся Просто закройте глаза И мы помолимся Свобода Свобода Вон Вон сейчас же Во имя Иисуса Возвольт 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 Мы говорим Жизнь Жизнь Дух Святой Наполняет Мы приказываем Свобода Исцеление Вся боль Вон Сейчас же Во имя Иисуса Боже Освободи ее Просто спроси И помолимся еще Как она сейчас? Как вы себя чувствуете? Боль ушла? Тетя Дора Боль ушла? Стало лучше? Немного? Хорошо Помолимся снова? Просто помолимся еще? Свобода Остатки все вон Переполняй ее Больше Больше Как сейчас? Теперь боль ушла Впервые за два года Она может двигаться без боли Хорошо себя чувствуете? Чувствую себя хорошо Она очень рада Повда, богослови тебя Восемь часов вечера Посещаем Здесь семья Уверовала недавно Это один из беднейших Кварталов города Вся семья пришла к вере Другие также были крещены Мы только приехали Помолиться за людей И увидели, что Бог Будет делать Они старались крестить людей Но не видели силу Святого Духа После просмотра наших видео Они снова начали И приняли Святого Духа И были крещены Это распространяется Начинается с одной семьи И дальше И дальше Так что теперь тут много семей И мы увидим, что делает Бог У кого-то из вас кто-нибудь Что-нибудь болит? Боль в теле? Она хочет говорить языками Тебе нужно исцеление Или освобождение? Друг Святой Больше 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 Свободно Свободно Святого Духа Что сейчас случилось? Я молился за эту женщину, и она действительно переживала Бога. Она как мама для всей семьи, большой семьи и друзей. Она пришла в церковь, недолго до этого и спросила, «Можете помолиться за семью?» Кто-то получил слово для нее, «Бог посылает армию благословить твою семью». Она действительно пережила это, спустя 30 дней. И сегодня она увидела, что мы приехали как армия благословить ее семью. Какие пророчествовали месяц назад, люди настолько в восторге. Аллилуйя, люблю это, это так красиво. Дух Святой работает. Бог, мы благодарим Тебя. Бог, мы просим о свободе. Спасибо за Твое исцеление и за Твою жизнь. Не часто я переживал так много сильных, различных событий за день. Мы приехали помолиться за женщину, тёшу пастора. Она лежала два года. Мы вышли сюда и разговаривали, и молились. Через короткое время мы узнали, что она вылезла из кровати. Сидит в кресле и может двигаться значительно лучше. Это настолько удивительно. Многие говорят, мы только что слышали, что слухи распространяются об исцелении лежачей больной. Книжавши два года, а теперь ходящей. После этого мы были в семье, это было невероятно. Они недавно в Боге и были крещены в очень бедном районе. Были исцеления за исцелением, освобождение и крещение Духом Святым. Так много людей крестило с Духом Святым. Это прекрасно. Но мы здесь не закончили, потому что потом пошли на улицу. И еще больше были крещены Духом Святым и исцелены. И так много удивительных чудес произошло на улице. А это еще только третий день из семидневного приключения с Богом. Завтра будет кикстарт на тысячу человек. И это будет удивительно. Так что, новый день. А сейчас пора спать. Увидимся завтра. Пока-пока. Увидимся завтра. Пока-пока. День четвертый. Кикстартинг. Доброе пятничное утро. Сегодня у нас начинается неделя кикстартинга. До сих пор было удивительно. Я чувствую усталость в теле. Но все отлично. Я готов к этому. Такие выходные будут просто переполнены. Мы отдаем все, что имеем. Так что в субботу вечером мы очень устали. Потому что мы же здесь служить приехали. А поспать и отдохнуть можно и позже. Я просто хотел немного пройтись и немного помолиться на воздухе. И подумать о делах Божьих. Люблю так делать. Готовы? Да, в этом ты продвинулся. Да, я технически подкован. Классно. Скрытый микрофон. Будет хорошо. Обычно по пятницам много не приходит. Тут лишь работают. Думаю, человек 600-700 сегодня. И тысяча завтра запишется. Будем смотреть, что делает Бог. Но все будет отлично. До сих пор были отличные дни. Что мы хотим показать всеми дневного приключения с Богом? Так это суть, что суть не в собраниях. Ты призван иметь жизнь, приключения с Богом и без больших собраний. Сейчас вот начнется большое собрание. Но прямо сейчас, прежде него, подходили люди к нашему дому. Мы были у людей дома. И мы были на улицах. И уже многое произошло. И это может делать каждый. Каждый может пригласить людей к себе, благовествовать, исцелять, изгонять бедов, крестить Святым Духом. Каждый может прийти в гости или пойти на улицы. Так что нам не нужны большие собрания и приглашения. Думаю, проблема, что многие ждут особого приглашения. Кто-то недавно сказал, думаю, Бог призвал меня быть миссионером. Пабин услышал это и сказал, а чем ты занимаешься? Ничем, просто верю, что Бог призвал меня быть миссионером. Но чем ты занимаешься? Да ничем, я жду, когда стану миссионером. Так не жди, начинай с тем, что имеешь. Начинай с людьми вокруг. Тебе не надо ждать особого приглашения, лишь чтобы быть миссионером. Как поживаете? Рад вас видеть. Это семья? Да. Это сын моего друга. Он был в Дании. Когда это было? В сентябре 2015. На школу первопроходцев? Да, на Кикстат. Классно прошло. Точно. И сейчас он делает приложение для последней реформации. Все нормально с приложением? Да, крутое будет. И ты еще бразильский сайт сделал. Да. Как там посещаемость? Зерной рост. Когда я начинал, был один, но теперь у нас вот эта группа. И многие из Бразилии, и все очень быстро происходит. После Кикстата он приехал домой и стартанул своего брата. Это новая жизнь. Да. Как сейчас? Ты живешь этим? Да, мы живем этим. Мы осознали, что уже имели это, но не знали об этом. Но теперь мы делаем это каждый день, и все очень быстро происходит. Класс. Привет, вы готовы? Начнем. Зачем столько всего одели? Мне нужно одеваться примерно так, иначе очень сильно потею. Вообще, я кого-то спрашивал, что мне стоит одеть. Я тоже тебя люблю. Рад тебя видеть. Всем доброе утро. Надеюсь, вы готовы к хорошей неделе. У нас уже были удивительные дни в городе. За последние два дня Бог столько всего сделал. И я бы хотела начать с того, что мы хотим видеть. Так это такую жизнь, жизнь учеников Иисуса. Это наш друг, он был на последнем кикстарте три недели назад. Как тебе? Я был первый и второй. Хорошо, оба. Как впечатление? Удивительно. Много всего случилось. Я только что встретил кого-то в аэропорту с проблемой в спине. Я помолился за него, и он был исцелен. Они меня сильно воодушевили. Это Бог соединяет нас вместе. Теперь перейдем в фактическую часть. Я буду вызывать людей и покажу, как мы молимся за людей. С исцелением, со знанием бесов, с крещением Святым Духом. В общем, я попрошу подняться некоторых и покажу им, как это делать. И стартану у кого-нибудь прямо перед всеми. Делав это, я дам возможность каждому молиться за других. Переполни меня. Крести меня. Сейчас. Сейчас. Громче, говори громче. Хороший голос. Громче, можно передать дневму. Хороший голос. Франчика. Громче, сколько чегоế呢? Громче. Громче, говори громче. Громче. Сейчас я помолюсь за спину. И я прикажу всей боли убраться сейчас же во имя Иисуса. Я не фокусируюсь на костях, я не фокусируюсь на том, что происходит. Я просто приказываю, боль вон, спина будет целена. И затем вы спросите их, попросите их проверить. Попробуй согнуться. Как сейчас. Аллилуйя. Сейчас хаотичная часть. Мы начали практическую часть. Я показала, как исцелять больных, изгонять бесов, крестить святым духом. И сейчас надо, чтобы каждый включился и начал молиться за людей. И в таких маленьких помещениях с большим количеством людей всегда хаотично. Грау, не за 180-го. Мне опять mechanизм. Моя тонну ли... Моя тонну ли... Фуера. Фуера. Бlatокfl okay. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я не знаю, о чем вы договорились с Робертом. Роберт, он уйдет с ним? Хорошо, идите. Сегодня женщина была могущественно исцелена 13-летней болезнью Паркинсона. И она была освобождена прямо на служение. Это было удивительно. Но когда она шла обратно на вечернее служение, у нее начались судороги по всему телу. Мы помолимся за нее, чтобы это ушло. Сатана лжец. Вы послали Фабиана в отель, помолиться за нее. Вина вон, во имя Иисуса. Всякое обвинение разрушено во имя Иисуса. Я разрушаю все обвинения этого духа лжи. Вон во имя Иисуса. Всякая ложь и работа сатаны, убирайся. Замолчи и выйди во имя Иисуса. Дух смятения вон во имя Иисуса. Вся боль я приказываю вон во имя Иисуса. Свобода этим ногам. Свобода во имя Иисуса. Это четвертый день нашего семидневного приключения. Первый день кикстарта. И многое произошло сегодня. Это было прекрасно. Хочу просто добавить, что столь многие были освобождены и встретились с Богом. И мы любим это. Женщина с Паркинсоном была освобождена сегодня. Это было так удивительно и захватывающе. Она ходила все служение, и это прекрасное свидетельство, которое мы хотим поделиться со всем миром. Но затем произошла битва, потому что мы узнали, что в пути на вечернее собрание внезапно она почувствовала атаку на свое тело. Она начала чувствовать ее снова, и мы отправили Фабиана помолиться за нее. Мы хотели, чтобы она была полностью свободна и делилась с этим свидетельством, потому что это такое удивительное чудо. Итак, Фабиан приехал к ней, но она еще до конца не свободна. Конечно же, радость сразу пропала, и пришло расстройство. Нас огорчило, но ее, конечно, тоже. Но завтра будет новый день, и она будет крещена. Мы действительно хотим ее освободить. Поэтому мы сосредоточены на этом. Но очень много людей освободились, и произошло множество чудес. Но огорчает, когда лукавый приходит и пытается украсть свидетельство. Нам это не нравится, но сейчас мне поспать надо. Спокойной ночи. День пятый. Второй день семинара. Я говорю, жизнь. Жизнь. Мы готовы. Сегодня суббота. Мы будем говорить о Евангелии. Покаянии, крещении в воде и Святом Духе. Я собираюсь говорить на одном уроке об этом. Затем я хочу поделиться Евангелием. Затем мы отправим людей на улицы. А затем сделаем водное крещение. Покаяния. Я хочу поделиться Евангелия. Я хочу поделиться Евангелии. Что мы хотим? Так это, мы начнем с крещения. И мы не крестим в организации, но в Личность Иисуса Христа. И просто помоги. Вы готовы? Ты наклоняешься, и мы тебя погружаем. Итак, готовы ли ты по твоей вере креститься во Христа Иисуса? Окей, итак, мы тебя крестим. Просто опускайся, согни колени. Согни колени и опускайся всем телом целиком. И падай вперед. Во имя Иисуса, умерла со Христом, воскресла со Христом. Вон, выйди вон. Свобода. Всякая ложь, лживый дух, вон сейчас же. Всякая зависимость, вина остынет, вон из нее. Оставь ее, вон. Чувствуешь сражение? Нужно освобождение, еще в чем-то? Тебе надо кого-то простить. Ты готова простить Себя? Нет. Ты готова простить Себя? Но ты не говоришь, что ты не прощаешь себя? Ты готова начать? Да, я хочу креститься. Она готова. Согни колени. Умерла со Христом. Воскресла со Христом. Ты любишь ее, Бог. Свобода. Это свобода. Это прощение моей дочери. Вон. Отпусти все старое. Отпусти всю вину и стыд. Ты свободна. Вещание действительно прекрасно. Когда люди исповедуют что-то, в чем они не исповедовались раньше, и отпускают то, чего не делали до этого. И это то, что сейчас происходит. Там были моменты, и затем я сказал кое-кто. Я сказал, можешь ли ты простить себя? И в этот момент она сломалась. Это и была ее проблема. Не прощение себя. Чтобы отпустить. И затем я сказал, ты что больше Бога? Если Иисус заплатил ценность за твое прощение, если Бог хочет простить тебя, то кто ты, не желающий простить тебя? Я спросил, ты готова простить? Да. Когда печаль обращается в радость, горячь ушла, вина ушла, не прощение ушло. И затем приходит радость. Затем Дух Святой приходит. Это то, что я так люблю. И опять же, каждое крещение особенное. Это новая жизнь, и Бог знает, что нужно людям. И что мы здесь сейчас видим? Что когда люди выходят из воды, это хорошее время. Просто помолиться за них. Не торопитесь. Не говорите просто «Окей, и все». Уделите время молитве. Говоришь языками? Она говорит языками? Да. Аллилуйя. Еще одна. Кто ждет крещения? Умер со Христом. Совоскрес со Христом. Умерла со Христом. Совоскресла со Христом. Аллилуйя. Так прекрасно. Столько всего произошло. Люди с разных мест освобождались от бесов. Говорили на языках, крестились. Жизни меняются. Иногда это выглядит, как передовая. В то же время, это прекрасная хвала. Что такое хвала? Хвала – это не просто то, что ты делаешь в церкви. Хвала – это восклицание. Люди принимают Святого Духа. Люблю это слушать. Хвала – это когда бесы выходят, кричат и выходят из-за людей, и люди плачут от радости. Вот чем мы занимаемся за неделю Кикстарта. Мы делаем это везде. И везде точно так же. Потому что это Евангелие. И ты можешь видеть, как Дух Святой работает. И это прекрасно. Это твое будущее. Наше будущее. Это то, что мы призваны делать. Что будем делать теперь? Давайте споем. Субтитры подогналы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День шестой, последний день семинара, поездка в Сан-Паулу. Многие из тех больших церквей исчезнут в одной части, в день, когда начнутся гонения, когда Мау в Китае начал протеснять церковь. Что случилось? 80% отпало. Нет, преследования просто показали, что кто утвержден о скале. Что случилось при этом? Была маленькая группа, действительно, учеников Иисуса. Из-за этой группы Китай был изменен. Ребята, нам нужны гонения, потому что истина в том, что если мы действительно хотим служить Богу, мы будем переживать преследование, но остановить преследование легко. Просто делайте одну вещь. Запомните это слово. Если вы будете это делать, гарантирую, что преследования прекратятся, и вам гарантирована легкая жизнь. Это одна вещь, компромисс. Библия говорит, ищите же прежде Царствие Божие, исполнение воли Его, а все остальное приложится вам. Мы начинаем отдыхать, мы начинаем со всех этих вещей и, честно говоря, смотрите, я благословен, у меня долг, машина и хорошая жизнь. Но истина в том, что ты заработал все это, так же, как и твой сосед. Почему твой сосед, который не верит в Бога, имеет тоже все, все то же, что и ты, если это благословение от Бога? Никто, кто бы на смерти мадре, оглядываясь на то, что ты уже и сказал. Почему я не купил машину побольше, хотя мог? Или почему я не поработал подольше, хотя мог? Но многие люди, даже и сидящих здесь, оглядываясь назад, будут сожалеть, что не сделали чего-нибудь странного для Бога. И вместо этого были сфокусированы на многом другом, о чем думают другие. Вместо того, чтобы упаковать рюкзаки, чемоданы, пойти... Женщина с Паркинсоном. Моя мама исцелена. Ее мама встала и сказала, посмотрите, как вы? Хорошо. Аллилуйя! Бог работает, и я просто хочу сказать, что было сражение за эту женщину с Паркинсоном. Это ее дочка с сестрой. Она изменилась, говорила языками. Бог, наше исцеление. Бог творит удивительные вещи. У нее немного осталось, но она стояла вот так, свободно. И она сказала, я приняла веру молиться, и я верю в освобождение сейчас. Мы продолжим с мамой, и все остатки уйдут. Это удивительно. Хорошо. И мама, она как будто... Все хлопали. Два часа дня, в аэропорт, следующая остановка, Сан-Пауло. Два испанских парня молились за меня. И я почувствовал движение в моем кишечнике. Внутри. Когда я пришел домой, я взял стакан молока и выпил, и ничего не почувствовал. Он с нами, он водил машину все эти дни. Ты доктор? Да. Он врач, и он действительно был затронут учением. Найдите человека мира, войдите в его дом, ешьте, пейте, что вам предложат. Но он не мог этого сделать из-за аллергии на глютен и прочих вещей. Затем за него помолились, и он почувствовал движение в желудке. Теперь он свободен. Аллилуйя! То есть теперь ты можешь идти и есть все подряд. И прекрасно, что это те люди, с которыми мы были. Конечно, есть много других свидетелей, с которыми мы не слышали. Но вот как с ней и со всей ее семьей, где мы были. И с ним, нашим водителем. Все свободны. То есть люди, которых мы знали свободны. И те, кого мы не знали, так же освобождены. Но мы их не знаем. И столько еще всего произошло, о чем мы не знаем. Когда я сегодня спросил, сколько приняли Святого Духа? Примерно 60 или 70 человек приняли Святого Духа, заговорили языками. Сколько были исцелены и освобождены? И примерно 80-90%. Прекрасно. 23.30. Прибытие в аэропорт Сан-Паулу. Привет. Ваше имя? Торбен. Мы остановимся вон там? Не так-то просто держать все, что связано с моим бизнесом. Мы работаем по 12 часов в день. Но всем нам нужно искать Бога и делать, что Он говорит. Я годы проработал и усердно проработал. Но когда столько работаешь, не хватает времени, чтобы действительно служить Богу. И однажды Бог остановил меня. И я остановился и начал служить Ему. Затем я увидел, как Бог обеспечивает деньгами другим путем. И Бог заботится о всех нуждах. Это легко жить, постоянно работая, не имея времени служить Ему. Нам нужно быть осторожными с этим. Думаю, у Вас не хватит времени, чтобы сделать все завтра. Ведь надо быть в аэропорту в 8 часов вечера. У нас всего 5 часов, но это достаточно для нас. Мы многое можем сделать за 5 часов. День 7. Короткая остановка в Сан-Пауло перед отправкой домой. Мы завтракаем в отель, из которого собираемся отправиться на улицу. В этом последнем дне нашего привлечения. И сюда пришла семья. Он очень болен. Мы молимся за него. Он был болен многие годы, но пришла вся семья. Мужчина рядом с ней был освобожден, и теперь она говорит языками. Она только что приняла Святого Духа. Мама пережила свободу и освобождение. Каждый встретился с Богом. И мы теперь за завтраком можем помолиться. Я так люблю это, что мы прямо за завтраком можем это делать. Закрой глаза. Молись со мной. Бог, я люблю тебя. Я верю тебе. Я прощаю моих друзей, мою семью. Людей, ранивших меня. Я люблю тебя. Я прошу тебя. Переполни меня твоим Святым Духом. Переполни и исцели мое тело. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Свобода сейчас. Отпускай. Выпускай. Отпусти эту боль. О, Иисус, благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Святой Дух. Дух Святой, приди. Свобода. Это свобода прямо сейчас, моя дочь. Свобода прямо сейчас. Ты знаешь об этом? Святой Дух. Ты веришь в Иисуса? Говоришь иными языками. Я куру сигареты и делаю плохие вещи. Я немного потерял свои отношения с Иисусом. Ты хочешь покаяться? Да. Ты говоришь языками? Нет. Выйди сюда, я за тебя помолюсь. Закрой глаза. Во-первых. Бог, я прошу, прости, я согрешил. Я каюсь и прошу Тебя. Прости меня. Приди, Иисус. Спаси меня. Приди своим Святым Духом. Переполни меня. Прести меня прямо сейчас. Я приказываю Духу Бунтасу, страха. Вон, сейчас, оставь его. Просто говори языками. Просто говори на языках. Просто возложи руки на него. Просто помолись. Ребят, это классно. Бог здесь. Этот сотрудник, он же здесь работает просто. Мы ему даже Евангелие не проповедовали. Но когда он увидел, что происходит, увидел такую работу Святого Духа, когда люди сцеляются, освобождаются, он говорит, «Я каюсь, я курил, я грешил, я прошу прощения. Мне нужен Иисус». И мы просто помолились. И теперь он говорит языками. Вот что мы должны видеть. Нам нужно видеть силу Божьей. Потому что сила Божья отвращает людей от их грехов. Конечно, им нужно услышать Евангелие. Но если они услышали Евангелие, затем увидели силу Божьей, то, что они слышали, оживает. Не просто проповедь, не просто сила, но проповедь и сила вместе. С Иисусом Слово становится живым. И опять же, я рыдал и рыдал каждый день. Но сейчас... Я не знаю, когда ты был крещен? Я не крестился. Ты знаешь о крещении? Это... В Библии ты видишь, как израильтяне в Ветхом Завете вышли из Египта. Но когда их старая жизнь, Египет помчалась за ними, они пытались отстать от них. Им нужно было что-то сделать, чтобы освободиться, тянувшие назад старой жизни. Что это было? Им нужно было креститься, пройти через Красное море. Потому что когда они вышли на другую сторону, старая жизнь утонула. Я такой организованный? Да, очень организованный. Но у меня есть проблема. Мне нужна батарейка для моего мегафона. Привет, ребята! Узнаю некоторых из вас. Мы пытаемся увидеть местечко, где побольше людей и немного больше тенька. Давайте туда двинемся. Давайте туда двинемся. Доброе всем утро. Тут есть немного тени, здесь и там. Мы понятия не имеем, что сейчас произойдет. Но будет что-то удивительное. План в том, что у нас есть церковь, где можно крестить. Примерно в 2.30-15 часов нам нужно уезжать отсюда в 16 часов. И не хотелось бы опоздать. Поэтому мы... Никаких идей. Но давайте просто начнем молиться за людей здесь. Кто хочет, чтобы вы помолились? И затем, когда помолимся друг за друга, пойдем и найдем других людей. Что случилось с тобой? Она чувствует силу Господа, и она очень счастлива. Ты говоришь языками? Да. Просто закрой глаза и скажи. Бог, спасибо тебе. Приди своим Святым Духом. Свобода. Освободи меня. Приди своим Святым Духом. Твоей радостью. Твоей свободой. Сейчас. Мы ведем группу, которая евангелизирует на улице. Можете помолиться за нас, чтобы мы приняли что-то от Бога для нас? Вы говорите языками? Да. Вам нужна свобода в других областях? Нет. Держите за руки, закройте глаза. И просто попросите. Бог, мы любим тебя. Мы хотим служить тебе. Мы просим тебя, освободи меня. От всякого духа страха и традиций. Приди своим Святым Духом. Освободи нас сейчас. Вон. Вон. Выйди вон. Я приказываю тебе, лживый дух. Вон сейчас же. Во имя Иисуса. Я приказываю тебе, Дух, оставь ее. Выйди вон. Ты ложный дух. Вон сейчас же. Ты религиозный дух. «Я приказываю тебе, оставь его вон! Выходи сейчас же во имя Иисуса! Вон сейчас! Оставь его! Вон! Я приказываю тебе, религиозный дух, оставь его! Оставь его! Вон! Ты оставляешь его!» Многие из этих проявлений не от Духа Святого, а демонические. Часто мы рекламируем их как от Святого Духа, но они демонические. Есть демонические духи, проскользнувшие в церковь, и они должны уйти. Вон! Вон! Сейчас же! Ты говоришь языками? Ты не говоришь иными языками? Не сейчас, но собираешься. Приди своим Святым Духом! Приполни меня! Крести меня! Сейчас! Освободи ее! Я приказываю этому духу, оставь ее! Выйди вон! Бес! Вон! Это демонические проявления! Но ему придется выйти, потому что здесь Святой Дух! Я хочу служить тебе! Я прошу тебя! Освободи меня! Иди своим Святым Духом! Переполни меня сейчас! Сейчас! Свобода! Свобода от людей! Свобода от контроля людей! Свобода от контроля людей! людей. Дело не в том, что люди думают. Дело не в том, что люди говорят, а что думает Бог, и что говорит Бог. Это все о Нем, а не о тебе. И ты учишься этому. Но есть больше, не отступай. Здесь сейчас есть люди, говорящие, что любят истину. Но они отвернутся от тебя, не пойдут за тобой. Не пойдут за тобой в новое. Куда Бог хочет, чтобы ты шла. Не бойся, что ты потеряешь этих людей. Ты приобретешь многих. И дело не в количестве. Дело в царстве. Сколько и Бог в небесах. Дело в каждом кающемся грешнике. Так много. Больше, помимо 99, не желающих покаяния. Эти 99 не хотят Его. И Бог производит чудеса не из-за тебя, а из-за себя. Это все Он. И Он готовил тебя к этому. Взять это. О Бог, мы просим прощения за каждый компромисс. Мы просим прощения за каждый страх. И говорим, жизнь. Бог, жизнь. Жизнь в Бразилии. Жизнь. Бог, новое движение. Бог, ты делаешь это. Ты поднимаешь людей. Ты делаешь это в Бразилии. Это распространяется по всему миру. Это распространяется по всей Бразилии. И это приходит. Происходит прямо сейчас. Ты призываешь людей. И ты собираешь людей вместе. Ты поднимаешь свою армию. Бог. И это делаешь ты. Ты изливаешь свой Святой Дух. На всякую плоть. На каждого. На мужчин, женщин, старых и молодых. Мы все призваны следовать за тобой, Иисус. Просто иди и молись. Ты говоришь языками? Нет. Я хочу жить для тебя. Я не хочу думать, как обо мне думают другие. Я не хочу беспокоиться об этом. Мне важно, как думаешь обо мне ты. Это все о тебе, Иисус. И я прощу прощения, что думала о мнении людей. А не о твоем мнении. Я хочу быть свободной. Я хочу служить тебе, Иисус. Я хочу переживать твою любовь. Ребята, это так сильно. Каждый из этих семи дней все сильнее и сильнее, потому мы живем так. Мы не делаем перерыва. Мы просто живем так. Давайте. И дастся вам. Потекут реки воды живой. Мы служили, отдавали. Позлагали руки на людей. Из-за этого становится все сильнее и сильнее. И теперь это как Святый Дух покрывает улицы. Прямо здесь. Слово знаний. Это сногсшибательно. Ты видишь людей и просто видишь вещи, и начинаешь говорить истину. И ты стоишь, и присутствие Божие просто сходит на людей. И люди освобождаются, говорят новыми языками. И это у каждого здесь, и это прекрасно. Я верю, что Бог хотел показать тебе всеми дневном приключении с Богом, что нам нужно сделать первый шаг. Сейчас она говорит языками. И начать делать это с тем, что есть. Ты уже имеешь это. Но когда ты делаешь это, оно начинает течь, как живая вода. И это будет легче и легче, слышать голос Божий, молиться, различать, какой вес или дух. Потому что мы ходим этим ежедневно. Это, конечно, немного до последнего дня, но это никогда не прекратится. Это не прекратится. Когда ты впустишь в этой жизни, когда ты пережил настоящую жизнь, ты не хочешь ничего другого. Суть не в домах и в машинах. Это настолько нереально, если бы люди поняли, что весь смысл в этом. Святом Духе и присутствии в Божьем. Святом Духе и присутствии в Божьем. О, Иисус, благодарим Тебя. Я хочу этого. Я благодарю Тебя, Иисус. Я хочу этого. Это просто вкус того, к чему мы идем. Продолжая делать это, оно становится сильнее и сильнее. Это как Божье присутствие. Святой Дух просто работает. Это взорвется по всему миру. Это взорвется новым путем. Что с тобой? Все в порядке? Я свободна. Я свободна. Просто согни колени. И теперь... Следующий путь готов. Теперь просто опускайся сюда. А ты спроси ее, готова ли ты креститься в Иисуса? И просто погрузи ее. Ниже, ниже. Будь крещена во Христа. Бог, мы благодарим Тебя. Все вина вон. Свобода. Твоя радость. Твоя свобода. Свобода во имя Иисуса. Три часа дня. Пора домой. Мы опять в аэропорту Сан-Пауло. На пути домой. После семидневного приключения с Богом. И это действительно приключение. Каждый день сильнее и сильнее. И мы вернемся измененными. Не только те люди, которых встретили. Что они пережили Бога. Но и мы пережили Бога. Я думал, что видел все. Но теперь понимаю, что видел так мало. Столь многое предстоит увидеть. Столь многое сделать. Так многое предстоит сделать. Тебе понравилось? Да, это действительно приключение. Мы едем теперь домой. И там приключения опять продолжатся. Потому что это жизнь для каждого. Это начнется в другом месте. Надеюсь, тебе понравилось видео. Это благословит вас Бог. Увидимся на школе первопроходцев. Подписывайтесь. Приезжайте на Кикстарт. И давайте жить этими приключениями вместе. Тетя Дора счастлива вне кровати, где пролежала два года. Она чувствует больше и больше сил в своем теле. Катерин пережила Бога и чувствовала, как что-то оставило ее. Когда ее потом осмотрели врачи, не обнаружили никаких следов рака. Он исчез. Ее мама также была исцелена от межпозвонковой грыжи. И сразу же сняла корсет. Она уже в этот день и этот день никогда не забудет. Аврора все еще сражается с симптомами Паркинсона. Нам нужно продолжать молиться за нее и ее семью. Доктор Викториана был исцелен не только от непереносимости лактозы, но и стартанул в новой жизни с Богом. С того дня, как он помолился, более чем за 30 человек они были исцелены. Семья, где мы остановились, переживает новую жизнь от Бога. Они увидели уже многочисленные исцеления. И видели, как много людей пришло к вере. За последние три месяца с Кикстарта они крестили с друзьями более 200 человек. И это только начало. Свидетельство теперь поступает со всей Бразилии. Люди переживают Бога дома, на улицах и даже в магазине, как этот. Съемка камерой охраны. Иисус призывает и тебя. Присоединяйся к нам в приключениях. Присоединяйся к школе первопроходцев. Присоединяйся к сайту tlr.map.com А можно мне обратно?